Смотрите тут, насколько пол-то прогнутый. Здесь тут прямо видно, вот она, сейчас уровень принесу, перепадка вот уже, вот уже сантиметра 4 наверное по уровню, и так и так, и так, и так, и так поменьше, но все равно тоже сантиметра 3. Ну вот сейчас буду думать, что с этим полом делать. Ну и его однозначно вскрывать, что он еще и скрипит, ходишь по нему и он скрипит. И еще вот смотрите, да, вот здесь я оторвал фанеру, а вот в этих комнатах я пока ее отделать не буду. Ну вот здесь наверное отделу, а вот здесь наверное скорее всего пока не буду, хотя еще тоже надо посмотреть, сейчас будет. А почему не отдираю? А просто если я сейчас тут отделу, у меня будут вот такие вот доски, да, торчать, а мне потом надо вот эту вот обои отдирать. Вот смотрите, да, мне же намного легче обои вот эти вот, потом смести вот по ровному, чем я потом по вот этому полу буду, неровному, с этими, со швами, со всеми, да, вышкрябывать оттуда обои. Поэтому делаю вот таким вот способом, то есть где я счищаю первым делом обои, вот в этой комнате тоже буду первым делом обои счищать, снимать, а потом уже снимать фанеру. Ну, либо другой вариант, либо полностью тогда вскрывать весь пол, а стены наоборот делать потом. Ну, вот я что-то, я наверное буду сразу, знаете, так по комнатному, сразу вскрываешь, тут зачищаешь обои, вскрываешь пол, зачищаешь обои. Ну, тут видите, тут надо смотреть, где, как, да, как просто быстрее, я смотрю, как быстрее, чтобы сделать. Если мне быстрее весь пол снять, а потом уже заниматься стенами, то делаю так. Если, наоборот, мне быстрее по комнатно, ну, в данном случае мне здесь, наверное, по комнатно быстрее. Хотя, опять же, вот тут вот хрен его знает, может быть, все-таки, так как здесь же поднимать надо раги, вот эти вот раги, доски эти выравнивать, да, хрен знает, как тут. Ну, вот эти вот, тут я вот сейчас снял тоже фанеру с этой стороны, по уровню посмотрел. Ну, в принципе, стенка-то вроде она, как бы, вроде нормальная, но тут опять тоже вот эти вот раги, да, скорее всего, я эту тоже стенку уберу, чтобы мне проще было вот этот вот пол хотя бы до ванны убрать, вскрыть, то есть здесь раги выставить уже по-нормальному. Ну, вот эту стенку уже, конечно, разбирать мы не будем, ну, не вот эту, а вот именно вот эту вот стену между комнатой и ванной. Тут она уже остается. Здесь вот гипса, по-моему, она тоже, наверное, остается. Не буду убирать, только счищать все буду и так уже по маячкам выравнивать. Вот тут вот тоже, да, вот снял всю фанеру. Вот они, доски, в принципе, доски, сами, кстати, доски все нормальненькие, все сухие, гнили нигде нету. Тут вот обои ободрал здесь цементно-песчаная, заштукатурено вот этот кусок. Ну, это входная дверь, где. Опять же, где входные двери, ну, сами понимаете, все везде надо выравнивать прям, ну, нормально все выравнивать, иначе все это видно там потом по наличникам, по откосам. Так, канализация. Канализация вот эта у нас, она будет сделана по-другому, она будет уходить здесь сразу в пол и под полом уходить туда и на септик. Септик у нас там, на улице, и трубы идут вот все здесь. И у них все соединение вот этих труб будет с кухни, то есть вот в туалете, в ванной. Ну, опять же, в ванне, да, в ванне же мы не будем такую узкую трубу гнать под полом и потом соединять уже, да. Мы ее все равно по ближайшему расстоянию соединим с широкой этой канализационной трубой, потому что, не дай бог, что-то забьется, если у вас длина большая, да, у этой трубы будет вот, ну, допустим, тут метров пять, да. Не дай бог, где-то что-то забьется, вы ее как потом прочистите. Другое дело, если там небольшой кусок и соединяется уже с канализационной. Ну, канализационную забить это надо умудриться. Это 110-я труба. Так, что там еще запыхался маленько. Так, вот эту перегородку тоже буду выносить, потому что здесь раздвижные двери. Смысл ее оставлять тоже не вижу. Уберу ее, лучше все заново сразу сделать потом. Опять же, это все, скорее всего, из гипсокартона. Может быть, на стойке и пойдут вот эти вот сами бруски, а все равно, скорее всего, это все из гипсы. Вот эти все решетки, нафиг они мне тут нужны. Сразу лучше все убрать. Как говорится, лучше сразу все вынести и потом делать. Быстрее выходит. Так, что еще хотел тут показать, рассказать. Ну, вот сейчас вот этот весь мусор буду выносить на улицу. Ну, это, наверное, выкидывать. Хотя тут некоторые ДСП или ДВП, это все забываю, как называется. ДВП, по-моему. ДСП. Древесно-стружечная. ДВП, наверное. И это все на улицу. Ну, не знаю, может где-то что-то и понадобится, но там, блин, были под дождем. Хрен его знает. Ну, хозяева сказали на улицу. Так, ну и эту стенку тоже буду убирать. Здесь хозяин еще разобрал, когда тоже доски были. Вот осталось гипса. Гипсу не старают убирать. Сейчас смотрю. Тоже вот они. Видите, вот они доски идут, да, вот. То есть, мне, наверное, легче вот это сразу все убрать. Доски приподнять, выровнять. Ну, там, по рагам все это. И потом уже собрать весь каркас. Тем более, все равно собирать каркас, все надо по уровню обязательно. Особенно в ванне, в туалете. Это вообще как бы обязательно. И тут, наверное, это будет... Ну, это 100% будет гипсокартон. Возможно, только бруски опять же будут из дерева. А материал-то точно я гипсокартон буду использовать. ГВЛ я не люблю. Вообще не понимаю его смысл использовать ГВЛ. Намокает он, раскрашивается моментально. Работать не так удобно. Я с ним как-то работал пару раз. Вообще-таки не понял, зачем он. Он еще и стоит дороже. Ну, кто-то на ГВЛ убивается по ГВЛ. Я по гипсокартону убиваюсь по этому. Так. Ну, вот так вот первый день. Начало, начало работ. Комментируйте. Кто, кто, как у себя делает. Тоже, может, что-то где-то подскажете. Перегорели щетки сегодня на калибре. Даже не сегодня, еще несколько дней назад. Вот это все тот же калибр. Уже лет 5 работали. Взял на 2 объекта, думаю. Потянет себя хотя бы окупит. Вот купил щетки. Обычно что-то стоит. Что-то отдал я сегодня за Деварковские. За эти щетки. По-моему, в районе 200 рублей. Ну, это китайские они. На Деварков, думаю, вообще дорогие будут. А они, по-моему, от штурма, что ли. Ну, короче, тоже какие-то китайские. Не настоящие Деварковские. Сейчас тоже вот на 2 хочу поменять на перфоратом. И вот на калибр. Вот тут что удобно, что все просто. Щетки снимаются, меняются. Довольно, довольно просто. Назад. Назад сталкивается. А вот в АЕГ была, это было пипец, конечно. Я там даже разобрать не мог. Да, тут что-то у меня тарако поменялось. Это что-то упелось. А, маленько под макрою надо. Это еще. Что-то это, одна щетка легко заширает. Это что-то как-то... Что-то не хочешь... Да, в эту сторону с ней... Вылетело. Ну вот, хотел показать, что как легко меняются эти щетки. Да не, на самом деле, они действительно легко меняются. Это что там, в гости тут закапризничало. Сейчас вставим. Так, это быстро заширает. Я тут меняю, по-моему, всего второй или третий раз. Это миксер. Ну, это миксер, это вообще как бы совсем миксер, больше дрель. А, все, вот. Хорошо. Все, сейчас посмотрим. Главное, чтобы это были щетки, потому что... Ну, оно бы не искрило. Когда сильно искрит, это может быть еще якорь. Проверим. Работает. Проверим. 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 Вроде так-то не сильный эскрит, не знаю, но посмотрим, сейчас поработаем. Так, ну а до варты так же, вот это вот снимается, просто раскручивается, три болта тут убегаются, вот эти щетки, пожалуйста. Как будто такая пружинка, она просто так вот вытаскивается, и щетки вот такие подобные вставляются, ну вот это щетки за 100 рублей, это за 90, а нет, за 100 рублей. Ну я их сейчас маленько подредактирую, потому что она у меня чуть-чуть пошире, совсем маленькая и подлиннее, то есть я ее сейчас отрезаю маленько и маленько с боков еще наждачкой. Ну у меня наждачки нету, хорошо конечно наждачкой просто подтереть маленько, уменьшить, да, но мне приходится просто ножиком. Я его так вот просто беру, так, здесь я еще не сделаю, уменьшаю, скажем так. Плохо конечно, что наждачки нет, они просто другого инструмента подобного, и приходится... Ну а вообще настоящие щетки отдувал-то они дорого стоят, честно говоря, я думаю они рублей 800 стоят, и их у нас даже не продают, только под заказ. Ну может быть в каком-то магазине и есть, но я что-то пока не находил ни в одном магазине. Вот очень важно, когда вот так вот легко щетки меняются, потому что, как вот у AEG я показывал, там просто ты поменяешь сам, до того неудобно все сделано. Вот у Макиты я знаю удобно, у Хитачи тогда меня он тоже, ну в принципе не так удобно у Хитачи, как у Макиты, но тоже удобно на перекладаторе. У Макиты тоже просто вот корпус вот так же снимается, как удавалка. И все. Где-то, где-то нет. Надо, чтобы она довольно свободна, но в то же время не болталась. Ну конечно наждачкой лучше, но нет у меня сейчас наждачки с собой. Затем нажимаем. Затем нажимаем. Затем нажимаем. Затем нажимаем. Поставим нажимаем. Хорошо. Так, здесь оно туда заводится. В компакт вставляется. Сантрима, нет. Вот и все, и здесь вот этот штырек, эту щетку придавливает. Вот так, все. Так, сейчас сразу мы его проверим. Включаем. Оставлено осъемление. Нормально. Так, ну а сразу только прикрутить. Здесь не забывать вставлять ее. Я инструменты в свое время немного поделал. Потому что у меня, в принципе, еще есть корочки слесаря строительного или слесаремонтника, он называется еще. Короче, слесаре строительный у меня, по-моему, пятый разряд, а слесаре ремонтник что-то четвертый разряд. Когда-то раньше работал я на Бурейской ГЭС даже, в следственном строительном, что-то одну вахту. Еще в начале, еще как с армией пришел фактически, небольшой опыт ремонта инструментов у меня имеется. Поэтому, там, якорь поменять, это, в принципе, сам в основном делаю. Ну все. Все работает.